Робко и пока еще неосознанно 7-летняя Виктория делает первые шаги. Еще пять месяцев назад без помощи воспитателей она не могла свободно передвигаться. Благодаря постоянному вниманию и заботе со стороны персонала, сегодня Виктория с улыбкой на лице бежит к заветной цели. Молодое учреждение области распахнуло свои двери в апреле этого года. На попечении Мценского дома-интерната для детей с умственно физическими недостатками находится 71 ребенок. Наше направление обучение детей с ограниченными возможностями. Обучение, уход, проживание, социальное обслуживание. То есть полностью наши дети на базе детского дома проживают и находятся до 18 лет. На первом этаже сделали капитальный ремонт. Заменили систему отопления, окна, мебель, установили кондиционеры. Обустроена ванная комната и медицинский кабинет. Все для того, чтобы детишки из отделения «Милосердие» чувствовали себя максимально комфортно. У нас круглосуточный пост постовая медсестра, которая ведет мониторинг жизни, деятельности детей. То есть смотрит за температурой, как покушал ребенок и все остальное. То есть полностью. Здесь в палатах расположено по 6 человек. Детишки постоянно присмотрены. Пока на первом этаже царит тишина, со второго раздается музыка и звонкий смех. Возраст этих детишек от 4 до 18. День расписан по минутам. Уроки, как и у сверстников. А после многочисленные кружки, рисование, оригами и хореография. Помимо этого, к основному графику добавляются занятия с психологом и логопедом. У каждого ребеночка есть индивидуальный дневник развития. То есть узкие специалисты, педагоги, воспитатели наблюдают, какая динамика у ребеночка, какое развитие, к чему больше ребенок стремится. У нас у каждого ребеночка есть индивидуальная программа. На втором этаже также располагаются и жилые комнаты, косметический ремонт в которых проводился уже собственными силами. Руководитель учреждения признается, что на таких улучшениях останавливаться не собираются. В ближайших планах... Покрасить фасад, заменить часть крыши, также провести ремонт второго этажа. Возлагают надежду воспитатели и их воспитанники и на спонсорскую помощь. Ведь долгожданные встречи и даже незначительные подарки способны подарить этим детям самое главное – заботу и внимание. Наталья Чунина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».